прошлым летом в июне в очередной раз мы встретились с друзьями в тоскане утром просыпаешься и вот красота моя возлюбленная тоскана в которую кстати мы собираемся вернуться уже этим летом потому что если честно у меня уже образовалось легкое чувство грусти как здесь принято говорить тоска по тоскане и пока все спят я брожу на территории нашего дома и мне не хочу звучать занудный но уже очень нравится просыпаться раньше всех так я могу настроить свой день на приятный для меня лад а еще просто побыть в тишине но грех же с такой красотой не проснуться рано в общем самое время поплавать в бассейне поесть свой завтрак но и сделать масочку которая завалялась у меня в чемодане вообще образ который встает перед глазами когда думаешь о тоскане это бескрайние тосканские поля и виллы на фоне дальних холмов и голубого неба в общем пока я тут настраивала свой день все начали потихоньку просыпаться а мой парень тем временем решил сварить для меня кофе поплавать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Комната наполнена каким-то волшебством Повсюду фрески, античная итальянская мебель Все как я люблю Справа у нас здесь расположен туалет Который, к сожалению, не могу показать Потому что он оккупирован Филиппа на неопределенный срок Поэтому вот так вот И если вы когда-нибудь были в Италии Вы точно знаете негласное правило итальянцев Обед по расписанию Не успел, не поел Если вы не успеваете поесть в промежутке этого времени Придется остаться и готовить дома Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, в середине этого видео У меня закралось впечатление Что этот влог не обо мне А репортаж о моих друзьях Ну в общем, ладно Пусть будет так Субтитры сделал DimaTorzok Пока Филиппа втирает всем женщинам этого путешествия О том, что можно приготовить из розмарина Ну или из этого куста Я даже не знаю, что это Я расскажу вам, покажу, что произошло с нами После того, как мы вернулись домой А оказалось, что по соседству с нами расположена еще одна вилла Куда приехали также на три дня Девушки из Лондона Чтобы отпраздновать Девишник Куда, я не знаю, каким образом Эти мужчины-итальянцы Решили прийти в качестве Ну, вы сами поймете, кого В общем, было очень весело Шумно И спустя час Мы с Филиппом, как истинные старики Устали и пошли обратно к себе в комнату Вообще образ, который встает перед глазами Когда думаешь о Тоскании Это бескрайние тосканские поля и винодельни На фоне дальних холмов и голубого неба Но неизбежно встает вопрос Как итальянцы организуют жизнь в стране так Что сюда стремятся миллионы Несмотря на уникальную природу И особенную историю Солнце, море И универсальную кухню Итальянцы завели какой-то механизм Основаны, наверное, на вековых традициях нации И кажется, что даже дегустация вина Является неотъемлемой частью этих традиций Особенно, если весь этот трип Организовывает мой парень Потому что, как вы поняли Из моего прошлого видео Из Сицилии То мы точно так же посещали винодельню Это неотъемлемая часть жизни итальянцев Просто спросили Это неотъемлемая часть жизни Вот и в хол! Снегир Есть Есть Ната Лег Снегир Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...